Так, ну что, 1-0 пока, напоминаю матч за четырех побед, поэтому эта ничья как бы не учитывается. Так, Е4, давайте попробуем центральный контр-гамбит, посмотрим, знает ли он что-то, по скорости что-то знает. Судя по скорости что-то он знает. Хитрый лис. Ну ладно. Тут этот дебют в Овен я помню, я не совсем понимаю, в чём его, конечно, прикол. Однако, не, я же не говорю, что он не играет, я говорю, что я не в курсе просто. Может какие-то ловушки тут есть, но я не в курсе прям. Вот были какие-то прям жёсткие ловушки. Поддержим, кстати, позиции для чёрных не такие прям плохие. Я понимаю, он хочет, а, он в 2-0 уходит, я думаю, он в 3-0 здесь уходит. Может, может показаться. Так, ладья 1, конь, Ж4, да, видимо, будет. Пешку я тут часто отыграю. И получу не хуже. На Е4 можно пока так защитить, наверное. Блин, на слону Д3 просто играю конь Ж4. Подавлю на Е2, где-то на Ж2, и конь Е5 грозит. Кто-то или иной. Ой, блин. А, или нет. Так, конь Е5. Ферзём можно же побить, да? Конь в 2 есть удар. Конь в 2, конь бьёт Ж4 просто. Конь идёт, в смысле, на Ж4. Какие-то атаки сейчас будут. Вова всегда тут жёсткие атаки проводит. Ты слон Ф3, то, видимо, конь бьёт Ф2, ладья Ф2, ферзь H4. Я этот... А, не, ферзь-то не ходит у него. То есть ферзь-то не ходит. Ну, слоном всё равно опасно бить, надо так, наверное, бить. Ну, как минимум могу... Потому что там слон Д7, если слоном бить. Тут он может пешку взять. Да, он не берёт пешку. Давайте, ладно, отступим пока. Ничего страшного не произошло. Можно играть на поддержание давления. Мне, наверное, нравится, что Ф2 больше. Конь Д4 мне, кстати, хочется сыграть. А, у чёрных уже довольно приятная поза. Сейчас посчитаем. Это не может не радовать. Слон Ж5 есть ход. Ну, ферзь Е4 грозит. Так, конь Д4, ферзь Е4. Взял, взял. Слон Е4, ферзь Д1. Что-то не очень. Слон Д3, конечно, можно. Ладно, слон Д3, давайте. Если ладья Д8 с Е9, может быть, даже пожертвовать. Можно просто взять на Е4, не выдумывать. Наверное, всё-таки, да, просто тут уже выдумывать. Давайте уравняем спокойненько. Так, как... Да блин, конь в 2... А, нет, конь в 2 не работает. Я съем. Вроде не работает. Конь в 2, да. Ладья И в 2. Выглядит-то как будто вообще не очень для белых. Конь в 6, слон Ж5. У меня неплохая позиция. Конь Е5, поменяюсь слон в 4. Проблема, да, в том, что этот ход есть. Иначе бы я просто выиграл. Ладно, давай. Не будем по времени просаживаться. Да блин, ё-моё, я зеваю вообще всё. Ну, пойду слону Д4 и С5. А, ух, что Вова тоже не очень остро играет. Ладья Е4, у него был, конечно, ход там. И была бы шикарная позиция, но... Он его не сделал. Тут тоже, конечно, у меня структура похуже. Ладья Д7 можно сыграть. Сильно радует. На атаку. Так, ладья Е2, можно бы шикарная. У меня пешка тут подвисает. Плохая позиция какая-то, дренная немного. Ладья Д1, А6. Чтоб ладья Е4 хотя бы не двойной удар был. Пока ладья Е8. Так, Вова хочет что сделать? Перебить там? Давайте так пока. Торочку тоже надо сделать. Так, давай сюда. Здесь просто пешка НС4. Эти у чёрных как будто перевес большой. Вот это интересный ход. Чёрных как будто бы приличный перевес. У меня там какие-то планы забрать на А7 где-то. Да, здесь я думал тут брать. На А7 хотел взять. Но тут, конечно, Вова может как-то ничейку. Хотя ладья Е2 я тут съем. Взял. Давай сюда. Сыганьком немножко играем. Так, ну допустим. Ладья А6, кстати, на самом деле хочу побить. Наверное, надо так отступить. Там тоже, правда, ничья. Чтоб не висело там. Да. Давай так, чтоб ладья А3 грозила. Наш 1, чтоб на А7 без шаха было. Пробуем сейчас, может, как-то матово всё-таки соорудить конструкшн. Похоже тоже на ничью. А, подожди, если так. Ой, блин, нет, я ж тут мат... Блин, какая ничья. Как от матово сейчас? Делаю. Надо было... Так, так. Да, по-моему, победа. Блин, на А7 надо было пойти, забыл про это. По-моему, это просто победа, дамы и господа. Так, друзья, всё, матч пошёл не по плану совершенно. 2 плана на пол. 2-0, ну, точнее, пол не считается. 2-0. 2-0, ну, точнее, пол не считается.